В первом наступившем году аппаратное совещание было посвящено задачам и направлениям работы на ближайшее будущее. Не забыли подвести итоги ушедшего года, но начал заседание губернатор с благодарностью всем органам власти, которые смогли организовать для жителей области праздничные каникулы. Приятно было видеть большое количество людей и в учреждениях культуры, и на площадях, и в скверах, и в парках, в целом на улице. Приятно было видеть, что достаточно большое количество людей подходили к таким зимним малым архитектурным форумам, фотографировались, с семьями фотографировались. Это тоже как раз говорит о том, что мы с вами совершенно правильно в течение следующего, предыдущего года, 17-го года, начали активно заниматься формированием комфортной городской среды. Поблагодарил губернатора сотрудников правоохранительных органов и спасателей. За 8 дней каникул случилось меньше преступлений и происшествий, чем в логичный период прошлого года. Эта информация не может не радовать, как и большое количество новорожденных за праздничные дни. Не обошлось и без ложки дегтя, по выражению Сергея Морозова. Ей стала плохая подготовность некоторых муниципалитетов к отопительному сезону. Недоработки скрылись в праздничные дни. Наиболее безобразная ситуация, и вот, наверное, такую можно даже дать оценку, это в Мальском районе. И это вот показатель того, как готовился муниципалитет к отопительному сезону. Тема прохождения отопительного сезона еще будет обсуждаться отдельно. Пока же, после подведения итогов праздников, губернатор перешел к задачам на наступивший год. В России 2018 объявлен годом добровольцев и волонтеров. Губернатор поручил руководителям муниципалитетов и ведомств активно подготавливаться к его проведению. Одно из решений на региональном уровне уже принято. Комиссия по оказанию адресной помощи преобразуется в комиссию по милосердию и оказанию помощи. И это не просто замена слов или добавление слов. Это изменение смысла вообще работы этой комиссии. В этой связи губернатор обозначил проблему, которая осталась в наследство от прошлого года. Она заключается в существенном повышении уровня жизни людей в области. Глава региона поручила еженедельно сообщать ему о выполнении майских указов президента в части повышения и выплаты заработной платы. Но это еще далеко не все. В наступившем году власть активно займется проведением в порядок поликлиники других социальных учреждений. Продолжит наводить порядок в сфере ЖКХ, благоустраивать населенные пункты, выполнять программы обеспечения доступным жильем. В макроэкономической сфере губернатор подчеркнул необходимость улучшения инвестиционного законодательства. Инвесторам будут предоставляться большие налоговые льготы. В январе окончательно создадим администрацию развития во главе с губернатором и в нее войдут все заместители и председатели правительства. Они с 1 февраля будут очищены от повседневной деятельности и в полном объеме сосредоточатся только на развитии. Подобные органы поручены создать при главах администрации всех муниципалитетов. Еще одним структурным изменением станет создание управления по цикличной зеленой экономике. Оно будет заниматься созданием безотходного производства. Глава региона представил своего представителя по цикличной зеленой экономике. Им стал первый заместитель председателя правительства Андрей Тюрин. От обязанности первого вице-премьера он освобожден не будет. В прошлом году область выступила с инициативой гаражной амнистии. Сейчас можно уверенно сказать, что она прижилась. Только в прошлом году оформлять документы на землю начали более ста гаражных кооперативов. Это говорит о том, что люди очень заинтересованы в том, чтобы у них было право как на гараж, так и на землю, на долю свою в земельном участке. Нам удалось найти почти полностью взаимопонимание с администрацией города Ульяновска. Есть проблемные вопросы, они остаются. В наступившем году гаражную амнистию планируется распространить на Новый Ульяновск, Димитровград и другие районы области. Возникло новое направление работы – льготное строительство гаражей для многодетных семей. Заключения аппаратного совещания остановились на текущих вопросах. Одним из них стал случившийся пожар в отделении связи в селе Визовка Радищевского района. На сегодняшний день почта доставляется автотранспортом и также ведется выдачей пенсии и корреспонденции через мобильный автобус. На сегодняшний день, кроме этого, сам лично занимаюсь поиском помещений для почтового отделения. Предварительные переговоры были с частным лицом, у кого был оформлен магазин. Буквально день-два мы определимся. Губернатор поручил в ближайшее время решить вопрос с почтовым отделением в селе Визовка. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова